Таким чином основные работы по подрыхтываться до чергового осенне-зимового периода на Агумичине можно лечить завершенными. Неде, правда, еще протягивается замена тепловых сеток, а лея заполнивают простовники коммунальных служб до початку отепляльного сезона, и они выполняются запланованные в полном объеме. Хоть только модернизации теплотрасс сегодня не обмежавались, и надеянность работы электричных сеток повышали, и котельные у парадок приводили, и песчано-соляную сумесь нарыхтовывали. Работы велись на более чем 55 направлениях. Основные направления, если выделять так, это подготовка жилого фонда, также замена тепловых сетей, ну и модернизация теплоисточников. Терут запланованных мероприемств на рыхтовцы местовых видов палева особливая увага. Неких специальных плантаций для гэтых метов в гомецкой области нема, а ле дравнины, якая непригодная для промысловой перепрасовки, хапая, запасы палевной дранки, наприклад, зараз на 5% больше запланованного дров у вогули на 4. По великим рахунку, гэта не только дозволить экономить иншые энергоносбиты, а ле и створить свои саблевую подушку безпеки на выпадок недохопу того же природного газу. Як и в минулом годе, все лето на гомечне распрасываны варианты работы господарчика комплекса в умовах макчымага знижения поставок у Беларуси энергоносбитов, а ле у любым выпадку не спыняться теплозабеспечения жилых домов. Для буйных предприемцев поставки тепла и электроэнергии могуць часово знизить на 15-20%. Продугледжены и макчымые аварийные ситуации, якие могут быть выкликаны природными катаклизмами. С уликом опыту по передней году, но вот повстекали древы, якие знаходятся побочь с линиями электропередач, плюс подрактовали пересованные автономные генераторы. Зимой, зразумело, может сдариться всякое, а ле все лето на гомечне приняли шерох попереджальных мер, как минимизовать у себя макчимые проблемы, подтверждение чему практически стопроцентное отрывание паспортов готовности. На данный момент у нас уже получено 100% паспортов готовности для теплоисточников и порядка 99% для потребителей. Данную работу мы планируем завершить сегодня-завтра, хотя нормативный срок, установленный правительством, это 1 октября. Что касается в разрезе регионов, хотелось бы отметить, что Гомельская область занимает лидирующую позицию в данном показателе, хотя получение паспортов готовности ни в коем разе не влияет на качество подготовки к предстоящему отопительному сезону, потому что, скажем так, энергонадзор Гомельской области один из принципиальных энергонадзоров республики. Алексей Нечуров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания Гомель.